Евангелие от Луки, глава 2 В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им ангел, не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее славу вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешивши пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидевши же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце всем. И все слышавшие удивлялись тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова эти, слагая в сердце своем. И возвратились пастухи славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать младенца, дали ему имя Иисус, нареченное ангелом прежде зачатия его в очреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа. Как предписано в законе Господнем, чтобы всяким младенец мужского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу. И чтобы принести в жертву, пореченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных. Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, ожидающий утешения Израилева, и Дух Святой был на нем. И ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба Твоего, владыка, по слову Твоему, с миром. Ибо видели, очи мои, спасение Твое, которое Ты приготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего, Израиля». Иосиф же и матерь его удивлялись сказанным о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, матерь его, «Се лежит этот нападение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Тут была также Анна-пророчица, дочь Фануилова, от колена Осирова, достигшая глубокой старости, проживши с мужем от девства своего семь лет, вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь. И она в то время подошедши славила Господа и говорила о нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. И когда они совершили все по закону Господня, возвратились в Галилею в город свой Назарет. Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божья была на нем. Каждый год родители его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был двенадцати лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник. Когда же по окончании дней праздника возвращались, остался отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и мать его, но думали, что он идет с другими. Прошедший же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми, и не нашедшие его возвратились в Иерусалим, ища его. Через три дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их. Все, слушавшие его, удивлялись разуму и ответом его. И, увидев его, удивились, и мать его сказала ему, «Чадо, что ты сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя». Он сказал им, «Зачем было вам искать меня, или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит отцу моему?» Но они не поняли сказанных им слов. И он пошел с ними и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. И мать его сохраняла все слова, сии в сердце своем. И Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и человеков. Иисус же преуспевал в премудрости и в любви у Бога.